Добрый день всем! Мы сейчас находимся в Японии в городе Осака. За моей спиной находится офис компании Yamamoto. У этой компании в Японии пять заводов. Ну и вот здесь находится головной офис, где сидит руководство, где работает много людей и где вот буквально один квартал отсюда находится старейшее производство. В этом видео мы коротко расскажем вам, проведем экскурсию по заводу компании Yamamoto в городе Осака. Так, мы заходим. Поднимаемся по лестнице. Первое, что мы видим, это камень известняк, из которого и производится самый известный неопрен в мире. Вот из такого камня. Это натуральный природный материал, который добывается в Японии, вблизи города Осака. А сейчас я захожу в офис компании Yamamoto. Первое, что здесь нужно сделать, зайдя в компанию, это поставить свои кроссовки и взять тапочки. Обратите внимание на тапочки. На них тоже написано Yamamoto, потому что все сотрудники ходят здесь в тапках. Пройдем немного по офису. Ну, офис как офис. Гораздо интереснее сходить на производство, что мы сейчас и сделаем. Владелец компании Томми Yamamoto вызвался лично провести для меня экскурсию по старейшему заводу компании. Расстояние метров 200 отсюда находится старейший завод, который принадлежит этой компании. Сейчас мы на него сходим и посмотрим производство. Кстати, вот можно сразу посмотреть. Вот готовая продукция. Видимо, даже не умещается вся внутрь. Лежит снаружи. На заднем плане стоит все руководство. Они мне покажут свою фабрику. Я готов. Мы можем начинать. Приветствую вас. Итак, это наша самая первая фабрика. Она находится в Осаке. Есть еще одна в городе Окаяма. Современная. А этому зданию больше 90 лет. Но все машины здесь новые. Предприятие Yamamoto начало производство вспененного полихлоропрена или неопрена в начале 60-х годов 20 века. На тот момент это был совершенно новый и весьма многообещающий материал. Производство неопрена на фабрике Yamamoto начинается с обработки предварительного подготовленного материала, гранул кучука, полученного из местного известняка, который добывает около горы Курашины. Заготовки мы помещаем вот в ту машину. Там внутри происходит процесс смешивания всех нужных компонентов. А сейчас происходит процесс перемешивания кучука. Гранулы многократно проминаются в мешалках до однородного состояния и материал начинает становиться плотным и эластичным. Каждый подготовленный лист кучука тщательно взвешивается, скручивается в рулон и отправляется дозревать сутки перед следующим этапом. Следующий этап обработки смешивания кучука и технического углерода. Углерод добавляет к кучуку пластичности и делает его более устойчивым к износу. После того, как кучук и углерод смешали, получается вот такой материал. Он все еще горячий и еще довольно мягкий. На этом этапе мы оставляем его дозревать еще одну ночь. Далее мы обрабатываем смесь кучука и углерода смягчающими маслами. Вот тут лежит уже обработанный материал. Можно потрогать, он стал еще мягче. Взгляните на эту очень мелкую сетку. Она вставляется в ту трубу, там внутри находится 7 слоев этой сетки. Весь материал, который мы сейчас видели, отправляется в машину и проходит через все 7 слоев перед тем, как уйти в дальнейшую переработку. Сетка очень тонкая и она отфильтровывает все загрязнения. Также каучук повторно перемешивается. Вот это очень чистый материал. Очистка важный этап. Получить структуру мелких и идеально круглых пузырьков неопрения возможно только если материал очень чистый и однородный. Да, это существенный этап в нашем производстве. После очищения материала через сетчатые фильтры на конвейерной ленте появляются тонкие трубки каучука, похожие на спагетти. Знаете, зачем мы делаем из каучука эти спагетти? Внутри трубы, где материал продавливается через сетку, высокая температура. А каучук устает высокой температурой. Вредно подвергать его длительному нагреву. А такая лапша остывает быстрее. У нее большая площадь контакты с воздухом. Легче ее остудить. Вот эта система охлаждения. Вся эта лента. А здесь происходит нарезка каучука на листы. Тут мы производим процесс вулканизации каучука. Видите, цилиндр пресса просто огромный. Этот цилиндр создает давление в 3000 тонн. На других производствах используются машины попроще, которые имеют давление в 500-700 тонн. Ну а мы приобрели особенную машину, которая может создавать давление в 3000 тонн. Там внутри сейчас находится каучук. Внутри материала на этом этапе производства уже находятся пенящие химикаты, которые создают пузырьки внутри каучука при нагревании. Вот сейчас этот пенящий реагент начинает выделять азот, который создает внутри структуру из множества пузырьков. Пузырьков постепенно становится больше и больше. Но давление в 3000 тонн не дает им разрастаться, увеличиваться в объеме. Дальше молекулы каучука начинают образовывать перекрестные связи и структура каучука укрепляется. Это называется вулканизацией. Те пузырьки, что образовались внутри, очень маленькие и не соединяются друг с другом. Мы называем это закрытыми порами. Почему люди, которые ныряют в материале Ямамото в холодную воду, признают, что материал очень теплый? Каждый пузырек содержит внутри азот, а не воздух. Весь азот благодаря закрытым и изолированным пузырькам остается внутри материала. А теплопроводность азота меньше, чем воздуха. У других компаний пресса для вулканизации создают давление в 500-700 тонн максимум. У нас, напомню, 3000. Так вот, при меньшем давлении пузырьки внутри неопрена начинают объединяться. Три-четыре пузырька сливаются в один большой. То есть, пока давление в прессе большое, они не могут объединиться. А при меньшем давлении срастаются в проницаемую пористую структуру. Мы называем такой материал открытый пор. Внутри такого материала не остается азота, потому что его со временем замещает воздух. А в нашем материале, вне зависимости от толщины неопрена 5, 7 или 9 миллиметров, поры изолированные и закрытые. Они все еще содержат азот. Если сравнить с другими производителями, то толщина у материала такая же, те же 9 миллиметров. А вот структура поры различаются. У других производителей поры проницаемые, проводят тепло и человек будет быстрее замерзать. Холодная вода также будет без препятствий проникать в поры. У нашего материала, повторюсь, закрытые поры, которые содержат азот, не впитывают воду и у нашего неопрена низкая теплопроводность. Многие ныряльщики говорят нам, что при одинаковой толщине материала костюм из Ямамото более теплый. Все это удается получить благодаря происходящему сейчас процессу вулканизации, который существенно отличается от того, что делают на других фабриках. И как долго это будет происходить? В среднем от 30 до 40 минут, пока происходит формирование закрытых пор в неопрении. Конечно, стоимость производства зависит от того, сколько прессов для вулканизации используется. Если два пресса, как у нас, стоимость увеличивается. Один пресс это простой и более дешевый процесс, но он даст проницаемые впоры в готовом материале. Ну, возможно, для Гавайев и такое подойдет. Там это не проблема. Но для Севера нужно делать по-другому. Теплый материал должен защищать тело человека. Это очень важно. Таким образом, наш материал намного качественнее и гораздо теплее, чем аналоги. Скоро мы увидим и второй процесс. Начало открываться. Вулканизация первым прессом закончилась. Сейчас рабочие перекладывают горячие листы неопрена на транспортерную ленту специальной тележки и обрезают излишки материала. Затем тележка с неопреном быстро перекатывается ко второму прессу и неопрен перекладывается в него. Уже сейчас внутри материала структура из мелких независимых пузырьков. Они уже сформировались. Подходим к следующему этапу. Вот, это пресс второй локанизации. Сейчас работники перекладывают сюда материал из первого пресса. Температура тут выше, около 170 градусов. А вот цилиндр, как можете заметить, меньше. Давление тут меньше и пузырьки внутри неопрена на этом этапе могут расширяться. Так как структура неопрена уже сформировалась на первом этапе, то пузырек увеличивается. Еще больше наполняется азотом, но не объединяется с соседними. То есть второй этап нужен, чтобы увеличить объем пузырьков? Да, совершенно верно. И наполнить пузырьки азотом. А это вода? Нет, это силиконовая смазка. А это материал после завершения второй вулканизации. Внутри оптимальный размер изолированных пузырьков. Пузырьки содержат азот. Вот, это готовый продукт. На ощупь очень мягкий и очень теплый. Добрый день. Меня зовут Ямамото. Мы производители материалов для гидрокостюмов из Японии. Мы очень рады, что теперь мы присоединились к команде Скорпена. Наш материал особенный. Он отличается от продукции других производителей. Хотя внешние материалы и очень похожи, но они имеют большие отличия. Я бы хотел рассказать об этом подробнее. Я знаю, что вода в России очень холодная. Поэтому наш материал очень подходит для российского рынка. Потому что неопрен у нас совсем другой. Обычно материал для гидрокостюмов производит из нефтепродуктов. А мы делаем его из известняка. Это совершенно другая технология. Структура тоже получается другой. Многие говорят, наш материал состоит из изолированных пор. Но не всегда это правда. В нашем производстве мы создаем давление на материал в 3000 тонн, который позволяет получить превосходную структуру микропор. Внутри каждого микропузырька находится азот, который хорошо сохраняет тепло. В этом большое отличие от других материалов. Иногда при нырянии в костюмах люди чувствуют себя очень уставшими. А наш неопрен очень комфортный, и люди в нем не устают. Наш материал очень легко растягивается. То есть, когда люди совершают движение в воде, они расходуют меньше энергии и меньше устают. Ямамото очень мягкий материал и легко растяжимый. Поэтому он очень удобен в носке и комфортен. Это основное отличие. Поставляя материал Ямамото вашей компании для российского рынка, мы надеемся, что ваши клиенты будут очень довольны, и что им будет тепло и безопасно. Добро пожаловать! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова